Группа «Весёлые ребята» под руководством Павла Слободкина много лет становилась финалистами «Песни года». Но после того, как группу покинули Глызин и Буйнов, им на смену пришли Евгений Ильцов и композитор Александр Добронравов, которые сегодня, спустя 27 лет, встретились у нас в студии. Ещё раз добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Давайте посмотрим, как это было в 90-х. На сцене ансамбль «Весёлые ребята». Художественный руководитель, заслуженный артист РСФСР Павел Слободкин. Без надёга, без надёга, без надёга, От тебя к надежде долгая дорога. Запрягайте золотую колесницу, Я поеду в дальний край за синей птицей. Знаю я, как дважды два, без надёга, неправа. Без надёги тоже есть предел. Без стеблей цветы срывать, за собой мосты сжигать. Никогда я в общем не хотел. Ворон, чёрное крыло, сделай так, чтоб мне без злоб. На колбую дачу, на пророчь. От беды меня спаси, без надёгу унеси. Прогони моим печали прочь. Не страшно было после Буйнова солировать? Ну, немножко страшновато. Ребята были серьёзные, конечно. И Буйнов, и Лёша Глызин. Замечательная была пара, конечно. Александр, а вы как оказались в группе? Я оказался переводом из ресторана, сразу весёлый транзит. В 91-м вы уже столируете на сцене. Давайте посмотрим. Дама, 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 собачка, я с ней не знаком. Вот же я пою. Дама, 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 собачка, с ней не знаком. Ну, а как? Ну, ваша... Дама, 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 собачка, ты была в тени. А почему у тебя там носку в носке? Дама, собачка, я ищу твой след, я ищу твой след. Дурятый фестиваль, Александр Добронравов и Лариса Рубальская. А что у вас за настроение такое? Это специальная постановочная флегма. Ну да, у нас было. Ну да, мы с собачкой. Давайте скажем, что если говорить про песню всех времён и народов, за которую вы получили диплом на песню «Год», это было в песне 99. «Как упоительный в России вечера». Это ваш хит, поэтому нельзя его сегодня не вспомнить. Пускай в новом тысячелетии, в новом году, как упоительный в России вечера будут сегодня и всегда. А кто? А ты, Роза, не пел эту песню? Ну я пел в других уже программах, но это была первая съёмка этой песни. И именно в «Песне года» это Михаил Файбушевич, также бывший солист «Весёлых ребят». А как она родилась, расскажите? Она родилась в Нью-Йорке, в Америке, в 96-м году. Да, абсолютно правильно, Ирина Михайловна. Как упоительный, конечно, круче всех. Почему? Я когда-то вывел для себя разницу между хитом и мега-хитом. Мега-хит, который начинает уже искажаться, который начинает трансформироваться, как, скажем, вот. Была тогда, ты сегодня мне принёс не букет мушистых рук. Никогда во дворе не пели это. Пели всегда, ты сегодня мне принёс электрический насос. То есть это когда песня начинает уже жить своей жизнью. Так же и здесь. Как упоительный в России вечера, я не помню, я помню, как омерзительный в России по утрам. Это кайф, первоснежный для тебя. Я не знаю, Юра, я не слышала этого варианта. Как отвратительно, да? Да? Как отвратительно в России помню. Ну это, наверное, когда утром, вечером накачиваешься. Не, не, ну, это, ребята, это называется, что песня просто ушла... Ушла народ, да. Ну, конечно, конечно. Да, 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 абсолютно.